Всем привет, на связи Борис Соколов, сайт vizasam.ru И давайте в этом видео я вам расскажу советы туристам, которые следует учитывать перед поездкой в Турцию. Видео будет по существу, только самая полезная информация, без всякой воды. Сразу, что будет в этом видео. Правила въезда, сколько можно без визы, как остаться на более долгий срок, банковские карты, которые работают в Турции, когда лучше ехать, куда лучше ехать, места с недорогими ценами, самые лучшие места, куда съездить, в Анталье, в Алании. Все самые-самые ценные и важные, как взять машину в аренду. Итак, поехали. Граждане России могут находиться в Турции без визы 60 дней. Срок действия за гран-паспорт должен быть не менее 4 месяцев. Опять, можете продлить еще на 30 дней и 90 дней находиться без визы. Если нужно, можно оформить, например, туристические ВНЖ, там по аренде, при покупке жилья. Все эти подробности будут в телеграм-канале. Подписывайтесь, там рассказывается о ВНЖ, о недвижимости Турции. И также подписывайтесь на наш русскоязычный чат по Турции. Там будут тоже все основные моменты, кому это нужно. Банковские карты, карты МИР не работают, карты UnionPay российских банков работают. Но очень невыгодно, так как идет конвертация, двойная комиссии банков, банкоматов. Вот я сюда вставлю ссылочки из чатов, с форумов. Люди говорят, что 7-10% теряют на этом UnionPay. Ну, когда, например, снимают наличные. Еще и курс Лиры Турецкой очень волатилен, поэтому и банки не меняют его по выгодному курсу. Ну, я не использую, она у меня есть, реально снял, очень много потерял на комиссии. Какие, что тогда использовать? Можете брать наличные, доллары, евро. Какой-то разницы, берете вы доллары или евро. Нет, примерно меняют. Ну, естественно, евро, например, если дороже стоит, его меняют дороже. А так, то есть, примерно к биржевому курсу одинаково, что те, что те, относительно там основного курса меняют. Деньги лучше где-нибудь менять в центре города, вот, например, в Анталии, около рынка. Там в Стамбуле на улице Истекляр курс будет выгоднее, чем в том же, ну, аэропорту. В аэропорту поменяете прям самое минимум. Здесь, если не берите российские рубли, мало где поменяете и по очень невыгодному курсу. Ну, какие же карты у меня, если я никогда не езжу с кучей наличности, ну, если она у вас кончилась, украли, потеряли, не знаю, еще дольше здесь захотели остаться. В последнее время множество причин, когда люди там остаются на более долгий срок в тех местах, куда ехали на неделю. Ну, неважно. У меня иностранная банковская карта. Если нужна иностранная банковская карта с доставкой в Россию, внизу будет ссылочка на телеграм-канал, подписывайтесь. У меня несколько казахстанских карт, туда перевожу деньги, очень удобно, в принципе, где-то с потерей 1-2%, это не 7-10, как UnionPay. И они гораздо везде работают, в отличие от UnionPay, которые не везде подходят для бронирования отелей, например, на букинг. Вот с той же UnionPay никогда вы, ну, отель на букинге, на Airbnb, например, не забронируете, а иностранные банковские карты подходят. Ну, я рекомендую оформить, особенно для поездок, если вы ездите не только в Турцию, для всех зарубежных поездок. Особенно в Европе это просто необходимо. Плюс с них можно оплатить любые зарубежные сервисы. Ну, как раньше, жреть, то есть Adobe, Microsoft, Tinder, Spotify, Booking, Airbnb, билеты купить на автобус, на самолет. То есть без проблем. Ссылочка под этим видео. Еще можно перевести, сделать перевод самому себе, золотую корону, доллары или лиры, и получить здесь. Ну, опять, не всегда. Вот, например, то можно доллары перевести, то нельзя. Вы переводите лиры тоже. Ну, корона всегда берет тоже, там, 6-7%. Опять, курс не слишком выгодный. А так перевели на свое имя и сами получили. Если есть возможность в долларах, переводите себе в долларах. Ну, они всегда набывают этой золотой короной. Да, и пропустим вон тех ребят, которые сзади нам мешают и что-то болтают. Они очень в кадр хотят попасть. По банковским картам, по финансовым вопросам, что лучше брать, какие карты работают, мы записали отдельное видео, так как важный вопрос финансовый. Посмотрите на нашем YouTube-канале, ссылка будет под этим видео. И не забудьте подписаться на наш Telegram-канал, там есть информация о получении ВНЖ, покупке недвижимости в Турции, гражданства. Мы сейчас стараемся делать это по каждой стране. Например, у нас есть по Кипру, по Дубаю тоже, кому интересно, подписывайтесь на русскоязычный чат. Уже несколько тысяч человек по Турции. Там можете задать любые вопросы об отдыхе, об обмене денег, о том, куда доехать. Я обязательно... Когда лучше ехать в Турцию? В Турции сезон летом примерно где-то с мая по сентябрь, ну, посередину даже октября. Летом самые дорогие цены, но, если честно, и самая жаркая погода, которая мне, например, совершенно не нравится. Когда там 35 градусов, иногда даже до 40 доходит. Самые дорогие цены, самая жаркая погода. Мое любимое время, вот я как раз нахожусь в Турции, конец мая. Еще нет у детей праздников, нет столько туристов, отличная погода для купания, для прогулки, где-то вот 25 градусов. Ну, еще бывает, в Турцию езжу, например, первое, начало октября. В это время гораздо можно найти очень интересные цены на всех курортах. Ну, для посещения, например, Стамбула тоже подходит май, сентябрь, октябрь. Тоже не будет такой жары. Ну, так вот, куда лучше ехать? Я сейчас тоже расскажу. Расскажу на примере вообще очень много курортов в Турции. Коснемся коротко каждого из них. Расскажу их особенность, ну, и больше коснусь Анталии и Аланьи. Я сейчас нахожусь в Анталии. То есть в самой Анталии. Ну, например, Анталия также называется и регион, вокруг которого расположены более мелкие города. Кемер, Берисиде, Аланьи. Кемер чуть севернее всех расположен. То есть, когда, например, если летом, когда жара, в июле, в августе, можете ехать именно в Кемер. Допустим, Аланьи расположены южнее всех. В Кемере, кстати, каменистый пляж. А в Аланьи пляжи, ну, есть и песчаные, и каменистые. Ну, так вот, Аланьи расположены южнее всех. И вот туда я, например, ездил в начале октября, когда уже в других местах было прохладно в Турции, а в Аланьи можно было еще купаться. Например, разница в температуре между Аланьей и Кемером где-то 2-3 градуса. Вот все самолеты, в основном, прилетают в Анталию. До Кемера 30 километров, например, до Аланьи 107. Между Аланьей и Анталией находится еще такое место Сиде. Ну, интересно, с точки зрения истории. Вот самое больше всего там развалин, крепости, памятников, вот архитектуры, хотя их вполне достаточно и здесь. Вот, например, в Анталии. Анталия – это столица, 2 миллиона человек, но здесь есть и пляжи. Вот, как вы видите, я сейчас гуляю по пляжу Каньелты. Это такой пляж, где отличная большая набережная. То есть вот там велосипедные дорожки, дорожки для бега. Вон, видите, там сзади на велосипеде едут. Я тут тоже очень часто езжу на велосипеде, с утра встал, проехал 10 километров, никаких, допустим, перерывов, чтобы пропускать машину. Реально кайфуешь, едешь. И потом, допустим, искупался, а потом сел работать. Мне этот пляж нравится. Но туристы больше ездят. Пляж галечный, море очень чистое, потому что здесь нет огромного количества пакетных туристов. И поэтому поменьше народу, и чистейшее голубое море, мало волн. Потому что, смотрите, там горы, на которые я вам говорил, что поднимался, на фуникулёре. И быстренько переведу. Вот там старый город. И тоже каличи, бухты. И он окружен. Этот пляж с двух сторон бухты. И смотрите, какое чистое, прозрачное море. Вот почему именно я остановился именно здесь. Но многие туристы, например, кто едет в Анталию, останавливаются в Ларе. Там много отелей, 4-5 звёзд. В Каньелтах всё-таки не так много. Ну, таких вот отелей более гламурных. Тут больше таких три простеньких отельчиков, в котором, в принципе, я и остановился. Ну так вот, а кто хочет ехать, например, в Анталию, за отдыхом, где море, песочек, едут в Лару, 4-5 звёздочные отели, песчаный пляж. Тоже, ну, кому чего. Мне просто вот больше нравится покататься на велосипеде и побегать. Ну, кто ездит за песчаным морем, не хочет далеко от аэропорта, потому что все самолёты прилетают в Анталию. И, естественно, вот отсюда мне до аэропорта, там 15 километров, из Лара там около 10 километров. Ну, это всё микрорайоны большого города, как вы видите сзади, такие дома большого города Анталии. Ну, и в Тур, а в Анталию всегда самые дорогие. Это всё-таки столица этого региона, Турции, Анталия. Самые дорогие, здесь много магазинов крупных, например, Мигрос. Давайте расскажу про Анталию, потом чуть про другие города. Ну, например, куда вот сходить в Анталии? Пляж Каньелты. Погуляйте, покатайтесь на велосипеде. Старый город. Очень красивый, напоминает Европу, Кличи район. Если вы, например, на 2-3 дня в Анталии, я бы рекомендовал там остановиться. Я там, когда на 2-3 дня именно и останавливался. Крепость, старый город. Ну, даже, например, скалы. Ну, в море вы будете спускаться, например, только со скал плавать, что не подходит для любителей пляжного отдыха. Но как раз он находится тоже достаточно, ну, полчаса из даты аэропорта. И где-то, ну, в районе 15 долларов возьмут за такси. Вот. Кстати, как добраться? Есть общественный транспорт. Можете, например, если вы в Анталию прилетаете, самостоятельно доехать на автобусе на обычном. Опять спросите разные автобусы. Просто смотря, куда вам в Лару один автобус. Допустим, пойдет в Канилты другой, в Каличи третий. Ну, есть также шаттлы, Хавамани, например. Вот в Каличи у меня вот там находится, кстати... Все Каличи. Во, Каличи, да. Видите, какие у нас люди грамотные. Ну, так вот, сзади находится, вон там, вон, колесо обозрения. Вот если вы видите этот достаточно известный луна-парк в Анталии, можете посетить аттракционы, колесо обозрения, горки классные, американские. И там находится торговый центр «Пять Мигрос». Ну, например, если вы едете в Каньелты, то туда ходит шаттл-бас из аэропорта. Хавамани каждый час, например, оттуда тоже каждый час уезжает в аэропорту шаттл-бас. Ну, можете доехать прямой, то есть автобус везет всех туристов. Шаттлы, мини-басы из аэропорта, допустим, в Аланию, в Кимер. Например, в Аланию стоит где-то, ну, от 15 до 20 долларов доехать на таком мини-шаттл-басе, чтобы, допустим, не добираться на общественном транспорте, который вообще там 5 долларов стоит сначала из аэропорта в центр Алании, Анталии, потом в Аланию, и вы так будете добираться часа 4. Если сами прилетаете. Конечно, если у вас купленный тур, то вас заберут. Ну, в Анталии куда еще сходить? Два торговых центра, 5 Мигрос, вот как раз там около колеса обозрения в районе Каньелты, и Марканталия в районе Каличи в Старом Городе. Рядом со Старым Городом вот такая прогулочная улица, тоже расположена. Люблю с ней погулять. Кстати, есть магазин Zara на ней. Кому вдруг интересно, любителям шоппинга, недалеко Марканталия тоже. Ну, мне именно вот колорит. Как раз можно поесть Дон-Дурму местное мороженое. Обязательно вот тоже попробуйте Дон-Дурму. Ну, вообще тут красивая природа. Вот за мной, например, можно подняться на фуникулёре. Вон там он, как раз за мной, находятся горы. Например, из Каньелты ездит фуникулёр. Стоит 10 долларов подъём. Вставлю сюда видео о том, как я поднимался на горы. Очень красивый вид. В конце пляжа Каньелты есть целиферик, канатная дорога, фуникулёр. И можно доехать на вершину близлежащей горы. Проезд стоит 10 долларов. Если у вас обычное... Ну, нет, не ВНЖ, не гражданство. Для туристов всегда всё дороже. Кстати, здесь расположены различные кафе. И цены прям очень приятные. Перекусить можно за 2-5 долларов. Я взял пиццу за 5 долларов. Конечно, быстрого приготовления. Но, тем не менее, допустим, а кофе вообще стоит доллар-полтора. Ну, очень классно. Например, вообще в районе Лары, если вы живёте в районе Лары, есть Дзюденский водопад прямо в городе. Прикиньте, то есть не надо ехать куда-то, а прямо в городе. Вот люди гуляют, а посреди расу водопад, который впадает в море. Тоже красиво и необычно. Ну, если вы в Ларе, съездите, погуляйте. Ну, и ещё вот часто ездят на экскурсии. Например, кто живёт в Алании, ездят в Анталию. Из Анталии, наоборот, в Сиде или в Аланию. Так как там тоже есть что посмотреть. Алания. Очень красивый город. Такой небольшой. Если Анталия большой, то, можно сказать, такой более мелкий. Кто-то говорит, даже дачи типа из Анталии в Аланию едут на дачу. Ну, так вот, Алания. Но ехать 110 километров от Анталии, от аэропорта, следовательно, дольше всех. Ну, самолёты все прилетают сюда, хотя у Алании там рядом есть тоже аэропорт, но туристов туда не возят. Ну, и обычно все прилетают в Анталию. Ну, так вот, там есть старая крепость, два пляжа. Тоже один каменистый, другой Калиопатра-бич песочный. Там очень много площадок, волейбол, пляжный баскетбол, футбол. И там тоже есть прогулочные набережные, тоже есть подъём в горы. Есть, например, старинная крепость. Тоже очень интересный город. Я рекомендую, например, если вы в Анталии, съездите в Аланию посмотреть. Ну, если из Алании съездите в Анталию, в Каличи, в Старый Город, или, например, в Луна-парк, покататься и погонять на американских горках. Сиде, между ними находится Сиде. Тоже с исторической точки зрения очень интересный город. Хотя, например, рядом с Анталией, вот что мне нравится, тут всё чуть ли не на трамвай можно доехать. В Старый Город взяли, доехали. На Дюдзенский водопад, в Лару взяли, доехали. На трамвай, на автобусе. А если вы находитесь в Анталии, обязательно прокатитесь на красном старом ретро-трамвайчике. Такой очень... Ну, и действительно, это очень удобный вид транспорта. Я сейчас уду до конца своего пляжа Кань-Ялты. И на нём я смогу спокойно доехать в Каличи, даже до начального Лары. То есть это очень удобно, помимо того, что развлечение для туристов, способ передвижения вдоль набережной по Анталии. Кстати, купите Анталии-карты. Это, ну, если вы в Москве живёте, например, карта «Тройка». Такая же. В один раз её купили. Продается в терминалах около остановки трамвая, автобусной остановки. И потом пополняется. Просто если вы ездите по ней, проезд будет в два раза меньше. Где-то полдоллара, а не доллар. На общественном транспорте. Ну, то есть на трамвае, на автобусе, на ретро-трамвае одинаково. Чем, если вы покупаете одноразовые, например, билеты у водителя. Ну, сама карта тоже где-то стоит всего лишь один доллар. Доллар с чем-то. То есть выгода очевидна. Обязательно её купите, пополните. И так же, как карты «Тройка» в Москве расплачивайтесь. Общественный транспорт, автобусы. Метро, как такового, нету здесь нигде, ни в одном городе. Даже в Анталии, не говоря уже о мелких. Такие наземные трамвайчики. И в Анталии вот ретро-трамвай. Ну, просто, как я всегда езжу на остановках трамвайных. Всегда есть, как у нас, карта метро. При Google Maps открываете, рядом автобусная остановка. И смотрите маршруты, которые идут, например, буква К, это Каньелты, все автобусы идут в Каньелты. Просто смотрите, куда этот автобус идёт, сколько до него, например, ехать по времени. То же самое, кстати, можно в приложении Анталия Карт. Там и баланс, смотрите, как раз вот расписание общественного транспорта. И тоже, в принципе, доберётесь. Автобусов часто, автобусы многих. Ну, здесь автобусная сетка развита. Поэтому на общественном транспорте спокойно можно добраться. Между курортными городами тоже ходят автобусы. Приезжайте на автобусный вокзал. Они часто ходят из Анталии, в Алань. Например, каждые полчаса. А то же самое из Анталии в Кемер. Можете доехать. В Кемер ехать где-то 30 километров. Дорога около часа займет. Почему так долго? Потому что тут все дороги часто идут по серпантину, по горам. И особо автобус не разгонится. Вроде ехать 107 километров. А вы на машине даже их можете проехать часа два. Потому что есть участки, где придётся снижать скорость. Аренда вот как раз на великах люди проехали. Вот я вам говорил. Вот прям вдоль этой велосипедной дорожки идёт вдоль пляжа Каньелты. 10 километров. Велосипед можете взять в районе 6-7 долларов в сутки. Просто приходится, вставляете залог. Допустим, 100 долларов или паспортные данные. Ксерокопию там паспорта с вас возьмут. Ну и всё в принципе. И берёте велосипед на более длительный срок. Можно и за 5 долларов договориться на неделю, если берёте. Аренда машины. Машину тоже можно взять в аренду. Права в принципе международные, российские. Всё действительно, никто не докапывается. Покажете и берите в аренду машину. Если вы в крупных компаниях, например, прилетаете в Анталью, там Евробаджет, вот эти, Авто Европ. Кто путешествовал по Европе, то нужна иностранная банковская карта. Вот у нас мы специально оформляли карты БЦК. В Турции-то можно и решить этот вопрос, а в Европе не решишь. Чтобы взять в аренду, нужна кредитная иностранная банковская карта. Вот карта БЦК Тревел, банка Казахстана. К ней идёт в приложении Каркарта. И вы можете спокойно бронировать автомобили в таких крупных компаниях по Европе, Авто Европ, Евробаджет, которые все в аэропортах находятся. В Анталии просто приедете в город, возьмёте в какой-нибудь небольшой конторе, не такая, в которой стоит сеть по всем городам, и она расположена в аэропортах. Ну, отдадите просто наличной. Ну, чем удобны эти сетки, ты взял, например, в аэропорту Анталии, в тот же Авто Европ машина, можешь её сдать в Алане в сервисе этой же компании, поэтому вот эти крупные сетки удобны. Тогда заказывайте карту БЦК Казахстана, ссылочка для оформления карты будет под этим видео. Я с этой карты, ну, беру в аренду и бронирую машину в Европе. Такси, ну, что везде, в Алане, в Анталии, в Кимере по счётчику, но такси вот вы на улице рукой вот так вот будете ловить, практически никогда не поймаете. Вот на всех, вот когда вы гуляете, идёте на деревьях, вот реально на деревьях, ищите кнопку, прямо на стволе дерева запишу вам, кнопку вызывайте, и такси приезжает. Эти кнопки, ну, достаточно там через 50, через 100 метров расположены, то есть специально не надо искать, где вызвать такси, идёте по улице, просто смотрите на деревья. Такси по счётчику, в принципе, не особо дорогое, ну, естественно, и не копейки стоит, будет, допустим, из аэропорта до центра города, до Каличи доехать, ну, в районе 15 долларов будут. Тут все цены в турецких лирах называют цены в долларах, потому что курс лиры очень волатильный, это вообще отдельная история, 40-60% в год была инфляция, раньше доллара стоят 3 лиры, 20 лиры, поэтому в лирах смысла нет называть, тем более курс лиры к рублю, это вообще и та, и другая валюта, летают, меняются, называю примерные цены, все поэтому в долларах. Так вот, в принципе, по городу, ну, вот, например, из Каньелты в Лару, мне также доехать по счётчику 15 долларов. Как денег брать в Турцию, ну, тут очень многое зависит от того, у вас отель, всё включено, многие отели именно так или нет, следовательно, будете ли вы, не будете тратиться на еду. Ну, коротко скажу, если у вас не всё включено, допустим, ну, блюдо 10 долларов у вас будет выходить, вы наедите. Цены, кстати, в Турции поднялись, вот, за последнее время, то есть совсем за копейки вы не сможете покушать. Ну, вот я бы вам сказал, то есть, например, 10 долларов в кафе на пляже, если не будете искать, где дешевле. Опять же, есть вот тут, например, серия, сетка кафе, давук-туньяси, быстрая еда, например, суп стоит где-то 2-2,5 евро, второе блюдо стоит и где-то 6 евро. Ну, вот, можете, первый, второй, там, за 8, ну, доллар-евро я примерно говорю, за 8 долларов или евро поесть и быстро. Ну, например, в Анталии. Естественно, можно ещё поискать и более, там, мелкие, недорогие кафе. Вот, например, в центре, говорят, есть Оскан-кафе, вот, в Каличи прям, там за 2,5 доллара классные блюда, и очень известные, туда все ходят, потому что знают, что это старые, в центре города ещё и недорогие цены. Здесь можно поесть вот за 2 доллара, находится недалеко, ну, забейте в гугл-картах от ворот Адриана, но вот всё на турецком меню, зато можете поесть, как вы видите, надпись «Все на турецком». Кофта «Национальное турецкое блюдо» стоит около 2 долларов вот здесь. Свежевыжатый сок где-то, если на пляжах будете брать, в районе 2 долларов стоит. Можно на рынках, конечно, в центре, там, города, поискайте поменьше для местных, будет полтора. Если у вас отель всё включено, естественно, по многим турам у вас там лежаки на пляже от вашего отеля бесплатно. Если нет, то, например, в Анталии где-то 5 долларов стоит, чтобы, ну, по лежак, зонтик взять. Кемерия и Алании там меньше можете найти там за пару, 2, 3, 4, смотря на каком пляже опять. Ну, большинство едут по туру или там селятся в отель, который, у которого есть там, ну, даже если не на первой береговой линии, то прикреплён к пляжу, где на вашем пляже, естественно, лежаки все будут. Ну, лежак, там зонтик будет бесплатно. Ну, опять, всё равно поднялись. Если раньше сейчас спокойно в Анталии везде ценник был среди 5, то сейчас 7 или 8 долларов. Вот, ну, экскурсии в Турции, в принципе, распространена экскурсионная программа. Допустим, куда бы я вам рекомендовал съездить? Дембра, Мира, Кекова. Очень классные экскурсии, места, где жил Николай Чудотворец. Да-да, кстати, известный православный святой жил в Турции, на территории Турции. Раньше здесь была территория Греции, где он, в принципе, и жил. Был классно, там ещё Дембра, ну, вот старый город, Дембра, скалы, амфитеатр, развалины. Ну, красиво. Съездите, все экскурсии варьируются от 25 до 40 долларов. Опять, где, с кем договоритесь, ну, вот, что вам совет, ну, не берите экскурсии заранее, там, у туроператоров на улице найдёте дешевле, ну, раза в полтора, особенно, если вы заранее покупаете. Многие сейчас продают, типа, наши карты не работают, берите у нас экскурсии заранее при покупке тура, ну, переплатите в полтора раза минимум. Опять же, берите наличные, купите здесь, у меня иностранная банковская карта, можно и снимать наличные, оплачивать без всяких проблем. Многие экскурсии на водопады, в каньоны здесь есть, это на ваш выбор. Что бы я рекомендовал из длинных экскурсий? Стамбул, очень классный город, я там был два-три раза. Для экскурсии пойдёт действительно нетуристическая Турция, замки, где жили, вот, турецкие султаны, где снимались исторические фильмы. Ну, съездите на один-два дня, как раз в центре, там многие достопримечательности. Например, дворец Топкапы, вот эта мечеть с собора Айс-Софии, голубая мечеть, всё в центре. Вы можете съездить, да хоть сами слетать, билеты на самолёт недорогие, допустим, из Анталии. Ещё какая экскурсия? Каппадокии. Полёт на воздушных шарах, в горах, тоже очень классный. Вот из долгих экскурсий я бы вам рекомендовал вот эти две. Либо Каппадокии, они обычно на два дня, что Стамбул, либо Стамбул, но там уже ценник где-то 100 евро плюс-минус начинается. Если хотите посидеть в видовых кафе, то в старый город Калечи, и там много красивых видовых кафе. Например, сверху вы смотрите на бухту, на закаты, вставлю видео, и цены, кстати, достаточно недорогие для таких видовых мест. И наделайте кучу красивых фоток, насладитесь такими потрясающими видами и пейзажами. Обязательно в Калечи сходите, если вы в Анталии. Ну и погуляйте по старым улочкам, и посидите вот в таких видовых кафе. Видите, ну везде плачу, как, в принципе, во всех странах, абсолютно в кафе, в магазинах, снимай наличные. Вот твоя связь, вот твоя связь здесь, в принципе, ну для туристов дорого, потому что когда вы прилетаете, там пакеты Vodafone, Turkcell, они именно для туристов, если вы не резидент, просто стоят 35-40 долларов. Да, 20 гигабайт, то есть все круто. Ну, я вот хожу, например, две недели разговариваю по этой сотовой связи, но для местных все это стоит, сейчас скажу, ну не знаю, долларов 15. Так что когда, если у вас есть ВНЖ, кто здесь живет, все вот эти услуги, сотовая связь, ну те же, на многих музеях, например, в Стамбуле для туристов одна цена, а для тех, у кого, и граждан, и тех, у кого есть ВНЖ, другая. Сим-карты можете купить вот в любом отделении мобильных операторов, их, в принципе, много, особенно в центральных частях города. Ну, еще как можно, я вот использую при поездках, когда вот сюда ездил в Стамбул на несколько дней, у меня карта Теле 2 Казахстана, я ее оформил вместе с банковской картой. Опять же, ссылочка под этим видео на телеграм-канал, где о банковских картах Казахстана, о сим-карте рассказывается. И там ровненько Теле 2 выходит в два раза меньше, чем по российской. По российской 350, а там рублей 175. Тоже, ну, в день, поэтому, ну, 175 рублей 5 дней можно так использовать, это будет выгонить, чем там 40 долларов за турецкую платить сим-карту. Ну, опять, если сим-карта, приносите паспорт, там 40 долларов, и вам быстренько ее подключит в Vodafone Turkcell, любой оператор, у меня, например, Vodafone. Если вам понравилось это видео, напишите комментарий, что понравилось, что нет. Мне будет приятно, поставьте лайк, так как действительно записал свой многолетний опыт по путешествиям, все, что знаю о Турции, постарался собрать все в одном видео, максимум полезной информации специально для вас.